Сегодня мы собрались на очередное заседание нашего спорного перекрестка и по понятным причинам, поскольку очень скоро серьезная политическая кампания получит свое разрешение, это выборы в Государственную Думу в законодательное собрание, ну вот, может быть, даже, к сожалению, впервые собрались, чтобы порассуждать на эту тему. Выборы без выбора или выбор есть? Вот так вот. Я, в принципе, это не планировал, но думаю, наверное, не лишним будет, потому что все мы тут очень разные, очень активные, но вместе с тем очень разные, и от информации можем быть с разной удаленностью. Итак, в Государственную Думу по партиям у нас зарегистрировалось 14 партий, аж 14, я бы сказала. Слушаем внимательно. Это Родина, Коммунистическая партия Коммунисты России, Российская партия Пенсионеров за справедливость, Единая Россия, Российская экологическая партия Зеленые, Гражданская платформа, ЛДПР, Партия Народной Свободы, Партия Роста, Гражданская сила, Яблоко, Коммунистическая партия Российской Федерации, Патриоты России и Справедливая Россия. Кстати, обратите внимание, люди путают, имея информацию. Последняя информация была такова, что из списка исключили зеленых и партию Роста. Но надо иметь в виду, что на Государственную Думу они идут, а в список законодательного собрания партии их исключили, входя в тему выборной кампании, потому что мы, безусловно, еще не раз будем встречаться в этом составе, в другом, в усеченном составе. Понятно, что какая-то рокировка будет участником. Вот в народе, вряд ли вы мне возразите, существует такое абсолютное убеждение. На выборы я не пойду, потому что ходил бы я, не ходил бы я на выборы, там все равно уже все решили, там у урны есть второе дно, или вообще там уже протоколы заполненные. И все это имитация вообще демократических выборов. Для Девногорска оно абсолютно неприменимо. Вот здесь реальный пример. Пять лет, я так думаю, совсем не так давно было, что народ своим волей и землением показал, что есть и другие у нас партии. Ну, отчасти для Девногорска это имеет место быть. Что имеет место быть? Ну, что люди думают, что нет смысла от того, что они придут на выборы, что все за них решено, и делается имитация выборной системы. Ну, как бы, на самом деле наше общество, люди наши совершенно разные, все по-разному думают. Некоторые из них просто-напросто вообще аполитичны, они не связывают себя с политикой и хотят, не хотят даже думать о ней, заниматься и рассуждать даже. То есть... Ну, они, да, они заняты своими хлоптами домашними, то есть для них более перспективно заниматься там своей семьей, работой и так далее. Ну, опять же, это только часть. Есть люди, которые действительно ходили на выборы всю жизнь и по каким-то причинам разочаровались. Может быть, стали свидетелями каких-то подтасовок или еще что-то. Вот сейчас выборная кампания. Что она с вашей точки зрения сули? Будем стараться отслеживать, в том числе и уличными наблюдателями, чтобы не было никаких подвозов, фиксировать все, что возможно. Просто... Ну, у меня вопрос. А эти уличные наблюдатели у вас будут оплачиваны или на добровольном начале? Ну, вы знаете, у нас в партии есть люди, которые работают и за идею. Этим мы можем гордиться, ну, не знаю, в скором моменте. То есть есть идеи? Прямо все за идеи, да? Есть, конечно, люди, которых нанимаем. Есть власть любая, да? Есть партия власти. Есть люди, которые получают заработную плату на тех или иных, значит, участках. Участках должностных имеется? Да, да. Ну, работаем в администрации, значит, муниципальных, значит, учреждений, значит. И сейчас, я думаю, нет смысла на эту тему, значит, говорить, что эти люди не могут воспользоваться, значит, своим положением. Есть лидер, есть просто человек, который исполняет функциональные несердяностности. Вот если он лидер в этом коллективе, он, естественно, может повлиять и объяснить своим, значит, людям, значит, почему надо согласовать. За полу и полу. Совершенно верно. Будет другая власть, да? Она, конечно, тоже, значит, воспользуется. Поэтому, значит, что здесь на эту тему, значит, рассуждать? Это плохая власть, если она этим не воспользуется, она обязана воспользоваться. О чем говорить? Про фальсификации, ну, если говорить про удаленные поселки, там с кадрами всегда проблемы, и там, в принципе, в глубинке все можно. Сейчас сама технология формирования избирательных комиссий, люди представляют разные организации, разные партийные движения и так далее. То есть на уровне участковых избирательных комиссий это сделать просто, как говорится, очень сложно. Если не сложно. Да. Дальше идут территориальные, да, территориальные избирательные комиссии. Вот здесь, как говорится, ну, некоторое, подразумевается, сложение отдельных, ну, там все вместе и считают, и наблюдатели, и все. Вот здесь идет слив со всей территории, здесь арифметика. Но опять там же, я так понимаю, Николай Испанович, наблюдатели. Каждый участок, на участке там есть свой человек, он сообщает. Еще избирательная комиссия ничего не сказала, а уже представитель все продиктовал. И это же катастрофа, я такого случая не помню. Чтобы, условно говоря, Единая Россия насчитала там 8 тысяч, а когда на гора вышла, получилось 6 или там 9 с половиной. Это невозможно. Потому что тут же возникнет вопрос, откуда 8 человек лишних или куда они подивались. Нарекания к предыдущему господину Чурову по, значит, тем, что они не принимали, значит, перепроверяли, не принимали замечания с территории и так далее. Человек, который был, говорится, ну, аффилирован, что ли, считалось, что питерский человек. А Элла Панфилова совсем. Она имеет свое независимое мнение, авторитет. И уже показывает характер. Да, уже случаи отмены выборов есть. Поэтому как раз преследуется цель сделать все максимум, говорится, прозрачить, азберативно и реагировать на все сигналы с мест в данном случае. То есть мы по цепочке прошли, что, ну, это совсем надо быть уже, как говорится... Или сионистом. Да, для того, чтобы это сделать, и потом, чтобы это в данной сегодня реальной ситуации, чтобы это не вскрылось потом, как говорится. Мелкий декор. Ну, сегодня ты победил на 3 часа, на 4 часа, на сутки, пока будут разборы по твоим нарушениям. А потом все это, как говорится... Нет, нет. А, я буду судить по выборам год назад. У нас там небольшая такая компания избирательная была. И не было наблюдателя у нас на участке. Но все равно какой-то прогноз я сама для себя делала. И вот какой был мой прогноз, так все вот. И вот, да, 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 выборы. И если бы, я думаю, какие-то были подтасовки, или что-то было бы вот нечестно, вот мой бы прогноз вообще не оправдался. Даже так? Да. Вот я прямо даже... Вот, потому что я считаю так. Ну, я считаю, что, да, десектора и на комиссии была. Я ездила по участкам наблюдателям, смотрела. Вот я не заметила. Она сама работала. Да, чтобы какая-то там подтасовка была. Ну, я этого не видела. И во время избирательной кампании, вот лично к нашей кампании, вот не вот таких, чтобы препонов или каких-то там замечаний или что-то запретов не было. И еще хочу сказать, что о лоббировании интересов и политтехнологии, они всегда были, есть, конечно, и будут. А чтобы был у людей выбор, надо каждому и всем идти и проголосовать. А хотите победить, будьте сильнейшими, ну, вот это я так считаю. В части как раз доверия к итогам избирательного процесса. Сам окомолся тогда в этот процесс, понял даже еще на стадии регистрации, уже все кандидаты настолько нервничали. То есть избирательная комиссия уже тогда показывала свой характер и непредвзятость отношения ко всем абсолютно кандидатам. И поэтому, ну, по крайней мере, за Демногорск, за муниципальное образование Демногорска, я могу сказать точно, что здесь именно стопроцентный результат гарантирован. Честность. Честность, да. Другое дело, что вот анализируя, например, аналогичные регионы, граничащиеся с тем же Красноярским краем, ну, порой бывают такие моменты, что из общей картины, там, скажем так, ну, соседние регионы, как и Новосибирск, Иркутск, да, та же, например, Кемеровская область, она порой довольно-таки выделяется, да, на общем фоне. Есть, то есть и другие регионы, которые также выделяются в плане показателей в отношении отдельных партий. Ну, там действительно, там надо задавать вопросы, ну, и учитывать еще и специфику этого региона. У меня опыта избирательной кампании никакого, зато как избирателя 55 лет. Вот откуда, на мой взгляд, сейчас свое мнение, родилось, что выбора нет. Это с тех времен, когда была одна партия, действительно выбирать было не искать. Не искать. Ну, все, один. Выбор есть всегда, особенно в современном условии. А, ну, раз мы тут коснулись по поводу подтасовки и прочего, почему никогда победившаяся партия, победившая, не говорит, что итоги выбора нечестны. А все говорят только те, кто проиграл. Как-то надо перед людьми, перед своими избирателями оправдаться, что они не пользуются авторитетом среди избирателей. А люди, большинство выбора нет. И, как бы сказать, все решено не из-за того. Люди одни и те же, они сегодня в одной партии, завтра в другой. Вот сейчас вот на этих колоннах повесьте программу и напишите. Ну, я сейчас условно единый, Россия, справедливый, КПСС. И дайте прочитать. Через два дня местами поменяете программы. И тем людям, которые прочитаете, если не сами депутаты и прочее, отличий нет. И никто не несет ответственности. Ответственности? Нет, ответственности нет. Я не за выборы. Я вот сегодня наобещал, 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 на 4 или на 5 лет меня. А потом забыли про меня. Я про эту ответственность. Что касается выборов, можно потусовать или нет. Да, ну, человек... Человек, а? Да, вот это ты сказал. Я говорю... Нет, я не сказал, да. Вы, конечно, цепляетесь. Я говорю о том, что человек, оставаясь... И делая выбор, он остается один на один. Он остается в кабинке, закрытый. У него все влаги с собой, все... Ручка отдельно, никого... Никто не наблюдает, да, абсолютно. И он делает свой выбор. Был ли подкуп? Не было бы... Да, не дали. Он делает свой выбор. Дальнейшее, что происходит. Вы правильно сказали. Есть у нас члены избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии. Есть у нас члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии. Есть еще и наблюдатели. То есть, как в этом сделать какую-то потусоку, ну, это практически невозможно. Я бы вопрос поставил под рукой. На самом деле, на мой взгляд, уровень и состав власти, в том числе уровень избирательной системы, ее организации, она очень четко отражает состояние общества, гражданского общества. То есть, какое общество, такая и власть. Это первое. Второе. Я считаю, что сегодняшняя власть, она очень, даже на мой взгляд, легитимна. И эта легитимность выражается в том числе, скажем так, что избирательная система становится все более и более прозрачной. И то, что говорил Юрий Иванович в отношении Эллы Памфилова, человека с безупречной репутацией. То, что она сегодня стала во главе избирательного комитета ЦИКа, это вообще говорит о том, что власть как раз настроена максимально на максимальную прозрачность избирательной системы. Поэтому, на мой взгляд, если кто-то сомневается в том, что, скажем так, сегодняшняя избирательная система не соответствует этого требованиям, я считаю, что самое главное, нужно прийти и проголосовать. Беда в другом. Беда в том, что достаточно большое количество наших граждан либо инертны, то есть им безразлично, как будет проходить управление страной, с одной стороны. С другой стороны, они слабо представляют, что вообще ждать от власти совершенно разного уровня. Как вы считаете, есть какие-то рычаги, пути, которые могли бы вот этот недостаток исправить? Считаю, что реализованным путем его можно исправить. Революционно. Только со временем. А что это еще? Это я не знаю. Ваня послушала же революционно. Это я не знаю, да. На самом деле, все революции, на мой взгляд, они приводят к обратному результату. Как заставить людей уважать себя и понимать вообще? Ну, я нередко встречаюсь с людьми, задаю, очень часто слышу ответ, а про какие вы выборы говорите? То есть не только за кого голосовать, люди даже не знают, что грядут, ну, наверное, одни из самых важных. Все же, вот, да не обидится на меня президент, мне кажется, выборы в Государственную Думу, в Законодательное Собрание, ну, важнее выборов просто не придумаешь. Вот если сравнивать то, что было, ну, как сказать, раньше, и что сейчас, радио не стало. Сначала проводное, проводного. Теперь нет и радиоприемников, которые можно было бы включить. Я просто по себе. А это не доступно? Да, да. Я бы куда не шел, у меня было четыре приемника маленьких таких, у меня всегда было радио. Сейчас нет. Телевидение у нас, как работает в Дневноборске? 20 минут, и то не видно. Я имею в виду местное. Местное и краевое. Показано не видно. А приходите ко мне. Я говорю, приходите ко мне. Вторая программа сколько у нас в Дневноборске показывает? 20 минут утром и 20 вечером. И что за это время можно сказать? В исключении, что там начинают рекламировать от поноса, от запоров и еще ноги. Все телевидение у нас. То есть выбор такой, из-за того, что вы сказали, что у нас только много источников информации, а вместе с тем они очень подойдут. Они как бы не заняты именно агитацией по поводу проведения выборов. Они не доводят, чем программа «Единая Россия», «КПСС», «Справедливая Россия», чем они отличаются. Ведь СМИ, это средства массовой информации, они бы, в моем понятии, должны быть независимы. И они как бы независимы, судья. А тут у нас стал представитель «КПСС», сказал, стал «Единой России», и этот обещает много, и этот много. А за счет чего никто не говорит. Если простой избиратель действительно заинтересован сделать выбор, я бы советовал ему просто-напросто ознакомиться с их агитационной продукцией. Либо, если этого недостаточно, как правило, у каждой партии есть свой сайт. Я согласен, есть люди пожилого возраста, которые, может быть, как-то еще не обладели до конца компьютером. Но в целом, если считать, то на сайте, как правило, если он не информативен, значит, партия из себя ничего и не представляет особого. А у настоящих партий, у которых есть свои идеалы, результаты, идеалы и программа четкая, она должна быть на сайте. Там человек сможет для себя выбрать, к какой партии он больше склоняется по своим предпочтениям. Мы голосуем за водителя. Один водитель скажет, да, я 20 лет езжу, я знаю эту дорогу. А что вы действуете на автобусе? Водитель. Пусть один автобус, ладно. Один водитель скажет, я 20 лет езжу в этой дороге, у меня такой-то стаж, я знаю, у меня такая-то категория классности и так далее. Другой скажет, а я вот вчера закончил, я вас могу в полтора раза там быстрее провести, если мы сейчас изменим правила, поменяем знаки, мы вообще домчились. Третий еще что-то подобное скажет, вот у вас критерии сразу возникнут, да, определенные, как вы будете выбирать водителя, кому вы доверите свою жизнь, да, наверняка тому, кто все-таки более опытен, имеет какие-то знания, здоровье прежде всего, да, знания, как устроен автобус, то есть он может его заправить и отремонтировать в случае, чем можно. Поэтому, вот, если мы упростим всю эту систему, все эти критерии до каких-то мелких моделей, то есть это справедливо, скажем, не только для автобуса, но если вы придете в больницу, да, в серии образования, в серии культуры, для каждой сферы вот такие мелкие правила, они справедливы будут. И в целом, государство, если мы хотим выбрать того человека, который будет впоследствии представлять наши интересы, вот прежде всего, должно, скажем так, на мелких моделях и подумать, кто оптимально подходит для вот этой работы. А я бы хотела, чтобы мы предложили или помогли нашему читателю, простите, избирателю, понять, что этот человек говорит неправду. Когда он говорит, что четыре там пенсии, когда там женщинам, Жириновский у нас любит это говорить, я про это не говорила, что давайте там женщинам до обеда пусть они работают, ну, то это абсолютно, что... Да, еще каждая женщина по мужику, он шутил или не шутил. Понимаете? И неподготовленный человек, разный образовательный уровень, разный круг общения, одна сидит дома, другая там... Ну, мы живем в разной среде. Ну, хотя бы приблизим своего избирателя, как ему понять? Вот это точно врет. Любая, значит, власть, любые партии, они должны избирательно, значит, готовить. Надо, значит, не бояться. Значит, СМИ должны, значит, здесь свою роль, значит, сыграть. Дальше... Более активную. Да, более активную. В обучении грамотности, значит, всего, значит, по программам партии, значит, да, по нашей выбранной системе, значит, да, это вот первое. Второе. Учебные заведения. Завтра, через 5-10 лет, значит, придет другой избиратель. Да. Значит, высшие, средние, специальные учебные заведения, ничего практически по этой схеме... По избирательности. Да. Не говорят, или точнее, чтобы они не обиделись на меня, они не формируют будущего, значит, избирателя. Плохо, когда начинается массированная атака на граждан в период избирательной кампании. И они тратят эти встречи для одной единственной цели. Сказать краше, чем сказала другая партия. Я все-таки не считаю, что у нас люди в стране необразованные и не понимают важность избирательного права и так далее. Все, мне кажется, гораздо проще. Возможно, они просто принимают действующую власть сегодня, принимают их решения. И когда все хорошо, зачем человеку делать выбор какой-то? Вот простой пример Крым. Когда беда постучалась в дом каждого, там, крымчанин, украинца, как они дружно пришли и проголосовали о входе в состав Российской Федерации, да? Когда в Англии стало очень плохо им жить в Евросоюзе, беженцы и так далее, они пришли всей страной и дружно проголосовали о выходе из Евросоюза. Я с вами тоже не очень согласен, что нужно учить людей быть политически активными. Вообще, на мой взгляд, избирательная кампания должна быть рассчитана на среднестатистического человека. И он должен понимать, о чем идет речь и кого он должен выбрать. На мой взгляд, учить нужно не политической активности, а тому, чтобы человек задавал правильные вопросы. Мы обсуждаем вопрос о том, что нужно сделать для того, чтобы избиратель принял правильный выбор, адекватный. Очень много говорили, СМИ должны, власть должна, еще кто-то, образовательные учреждения должны. Прежде всего должен избиратель, прежде всего должен избиратель проявить желание в этом разобраться. А зачем нам его заставлять? Ему дали право в Конституции. И у него есть это право. Его право воспользоваться или не воспользоваться. Заставлять его нельзя. Ну что вы говорите? Мне даже удивительно, что вы это говорите. Потому что он у Василия Михайловича очень правильно сказал. Мы жили в одной системе, мы миллион уже раз про это говорили. И мы за нас все делали. А потом раз в одночасье. И никак. Эволюция есть, безусловно. Не ходят на выборы те, за которые даже не знают, как это принимает решение, за кто-то другой. Любовь и власть. Входит старшее поколение. Помочь. Да, избирательным надо помочь. Уровень развития наших партий еще не тот. Да, и нет. Чтобы объяснить. Потому что когда выкидывают в плак и кричат о том, что завтра будет в два раза лучше. И ничем не обосновывают. Вот в этом проблема-то на самом деле. Надо просто посмотреть, как она работает вообще. Либо она работает месяц перед выборами и общается с населением. А остального времени ее просто нет. Либо же она весь срок от выборов до выборов постоянно ведет диалог с избирателем. И никуда не прячется. Я про Мордюкова все говорила. Да весь народ проголосует. Ну, Мордюкова, может быть, и любую партию могла повести. Может, неудачный пример. А по узнаваемости мы. И вот это самое пагубное. Что, Юрий Иванович? Стабильное улучшение экономической ситуации и уровня жизни каждого человека, оно бы как раз способствовало тем, росту политического сознания, так будем говорить, а не способствовало бы различным революционным идеям, которые могут существовать. Не очень согласно. Проголосовать за Белозакраса. И вторая ситуация, вот этим верам пустопорожним, когда в два раза улучшим и так далее, это ведь от чего идет? От нашего реального базиса, на котором мы находимся. Мы любую мысль считаем. А, на нашем смысле, что хотеть не вредно. Да, да, за ману небесную, за нее хватает. Не совсем согласен по поводу того, что люди растерялись. Во-первых, прошло уже 25 лет и подросло уже даже не одно поколение. И если ту же статистику брать, кто ходит-то больше всего на выборы? Как раз те люди, за которых больше решали. Они сами научились решать. Если на секунду поверить в то, что сказал Николай, допустим, что люди не ходят на выборы, потому что всем довольны, тогда вопрос, кто голосует в Единую Россию? Под караулами уже заняться. Но я, к сожалению, я думаю, надо заканчивать, учитывая ваше время. Мне, как всегда, все понравилось. Я счастлива тем, что мы не ошибаемся в выборе участников дискуссионных площадок. Об одном могу жалеть, что нередко это люди одни и те же. Только потому, что политической грамотностью овладели еще очень-очень немногие. Следите за нашими публикациями, за программами нашего телеканала. Предлагайте, к слову говоря, в том числе и темы предлагайте. Я вам без меры благодарна. Всегда рада вас видеть. Спасибо, удачи. Спасибо, удачи. Чаты на тех, как отвечают.